Добрый и добрый день! Добрый и добрый день! Эх ты! А мы собак! Ты видишь, у меня сражение века! Ага, испугалась? Ну, держись! Просто хотела напомнить, что хорошо бы гостя встретить! Ура! Ко мне идет гость! С ним-то я и сыграю! Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Катя! Кать, скажи, какая ты? Я веселая бываю каждый день, потому что в жизни очень все бывает такое, хорошее, хорошее. А ты любишь спорт? Я очень люблю спорт. А ты принимала участие в каких-то турнирах? Конечно, принимала. А в каких? По шахматам? По шашкам. А какое ты место заняла? Первое. Здравствуй, моя дорогая Катенька! Здравствуйте! Как же я рад нашей встрече! Я тоже рада! Здравствуйте! Привет, добрая совушка! Привет, добрая Катя! Я знаю, что ты умеешь играть в шашки. Да. Сыграем? Да! Тогда проходи! Ты какими будешь играть? Белыми или черными? Можно выбирать. Одну берешь, а вторую. Если ты либо белую, либо черную взял, то тогда ты этими играешь. Ох! Ну тогда давай выбирать. Может быть... Смешно, смешно. Эээ... Вот это? Значит, Катюш, первый ход мой. Верно? Нет. Нет. Потому что белые всегда первыми ходят. Конечно! Екатерина, ваш кот! Прошу. Расскажи мне, а ты давно играешь в шашки? Ну, не очень так давно, но мы играем с братом. А кто тебя научил играть в шашки? Меня мама и папа научили, мой брат. Так, мой кот? Да. О! Так, как же мы поступим? А мы поступим вот так. О! Ой! Это поворот. Ой, еще одна. Так ты выигрываешь или проигрываешь? Выигрываю. Так, так, так. Как же так получается? Какие ты секреты знаешь? О! Расскажи, что это сейчас произошло? Я встала в дамку, я могу либо вот так вот есть, не на одну вот так, а могу, либо, например, вот так. А что такое дамка? Дамка – это такая перевернутая шашка. Была вот нормальная шашка, а стала вот такая перевернутая. Когда мы ее переворачиваем, она становится волшебной и самой главной. Да. Смелее на все. Ну вот так. Ой! Ну давай, вот так. А! Ты проиграл. Что-то мне сегодня не везет. Это. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа! Ура! Потому что наше гостья супер профессионал. Капитулируйте! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я проиграла. Я совершенно ничего не понимаю в шашках. Зато, например, я знаю, что шашки — это одна из самых древних игр. Это правда? Да. А я знаю, что ты тоже интересуешься вопросами древности. Ну, да. Я как хотела мечтать, чтобы я стала археологом. У меня идея. А давай ты слепишь мне динозавра. Да. Тогда пройдем. Приступим к лепке. Да. Держи. Мы сейчас будем голову делать, но его бластелин, он тугой, и его надо размять. Так. То мы делаем круг из него. Теперь мы будем делать шею. Как ты думаешь, динозавры умные? Они бывают и умные, и такие. Туповатые. К шеи мы прилепляем голову. Главное, чтобы она не смеялась. Она была такая, не квадратная. Сейчас мы будем делать глазки ему. Сейчас мы тело делаем. Теперь мы голову с шеей прилепляем. Потом мы будем делать ножки у нас. Они будут у нас такие толстые. Потому что у него, у диплодора, такие толстые ноги. А вот наш динозавр будет травоядным? Травоядным. Как мы с тобой его назовем? Мы его назовем... Краснуха, потому что он же красненький. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте, Екатерина Лукина с музыкальной композицией «Есть на свете гномики». Есть на свете гномики, гномики, гномики. Строют они домики, домики, домики. По земле они живут и танцуют и поют. Сочиняют сказки нам и своим друзьям. Гномики, гномики, маленькие гномики, Приходите в мой дом. Я ваш добрый гном нарядилась к гномикам, К гномикам, гномикам. Всю сижу за столиком, столиком, столиком. Я надену кабачок, на боёк кричи сверчок. И придут ко мне друзья, и скажу им я. Гномики, гномики, маленькие гномики, Приходите в мой дом. Я ваш добрый гном. Гномики, гномики, маленькие гномики, Приходите в мой дом. Я ваш добрый гном. У меня в гостях был крутой ребёнок, Екатерина Лукина. Пока-пока! До свидания, моё солнышко! И один вам ещё! Сова, а что ты чувствуешь, когда летишь над землёй? Ну, как что? То же, что и ты, когда идёшь по ней, наверное. Хотя, не знаю, я же ходить, как вы, не умею. А мне кажется, что когда летишь над землёй, ты обязательно испытываешь невероятное счастье. А мне кажется, что если бы я могла побежать по земле, то точно ощущала бы себя самым счастливым существом на свете. Привет! Как тебя зовут? Марьян. А сколько тебе лет? Семь. А как ты думаешь, каким должен быть лучший друг? Ну, доверяем. Когда ты рассказал ему какой-то секрет, к примеру, он мог его сдержать, даже мне рассказать родным. А я ещё слышала, что ты любишь читать. Ну, а какие ты рассказы любишь читать? Я люблю такие читать книги, которые давно читали, которые, к примеру, Гэнсель Гретель, Казета, там, всякие такие книги. Ты играешь на фортепиано, я слушала, да? Да. А какую ты песенку играешь? Ну, у меня четыре всех пьес. Ну, а ты волнуешься? Я очень много выходила на сцену, я уже не боюсь. Марьян, как же я рад тебя видеть. Проходи. У тебя такое красивое имя. Что оно обозначает? Ну, просто я родилась в День Святой Марии. Это армянское имя или русское? Армянское. Ты родилась в Армении? Нет, я родилась в России. А Армения с тобой никак не связана? Связана. А у тебя там кто-то живёт? Да. Кто же? Там бабушка, братья, сёстры. Все родные. Что ты обычно любишь делать в Армении? Я люблю ходить к бабушке, потому что я её давно не видела, и играть с друзьями. Ты наверняка, если бывала часто в Армении, ты знаешь армянские слова? Да. Да? А можешь научить меня нескольким словам? Ну, например, здравствуйте. Пареф. Может быть, ты что-то ещё знаешь на армянском языке? Да. Как вот будет бабушка на армянском? Татик. Татик. А как дедушка? Папик. Как мило. Папик. Мария, а чем ты любишь заниматься? Я люблю в свободное время читать книги, делать уроки. Я знаю, что ты прекрасно рисуешь. Это правда? Да. Продемонстрируешь нам? Пойдём. Что мы с тобой будем рисовать? Деревья. Ты любишь природу? Да. А чем ты будешь рисовать? Красками или карандашами? Мы в школе рисуем сначала контур карандашом, а потом раскрашиваем красками. Значит, так и поступим. А можно я тебе помогу нарисовать волшебное дерево? Ну что, наш рисунок готов? Угу. Теперь давай разукрашивать. Скажи, какую ты кисть выбираешь? Маленькую, среднюю или большую? Такую. О, сколько много кистей. Ну, а я возьму поменьше. Так, нам понадобится вода. Что ты будешь разукрашивать? Ствол. Так. А я начну с листочков. Угу. Угу. У нас прекрасно получается. Вот что значит работа в команде. Да. Давай попробуем нарисовать фрукты. Я буду рисовать красные яблоки. Прекрасный рисунок у нас получился. Покажите. О, ну правда волшебная деревья. Она приносит всем людям счастье. Мы можем спеть с тобой волшебную песню? Да? Споем? Тогда я приглашаю тебя на нашу сцену. Встречайте. Мариам Закян. Занеси меня в красную книгу, Если кажется странным мой прикус. Но мы день-день и небо им дико, Ведь снаружи нет, а внутри да. Я не видела дня и ночи без сна, В этом море миров я волна. Я не видела страх так давно и я, На устах моих снов-невснов я. Загляни в глаза, загляни в глаза мне, Загляни в глаза, но не замерзай мне. Загляни в глаза, загляни в глаза мне, Загляни в глаза и прочитай О том, что в мире, где нас растили Так мало счастья, так мало мира Но я буду сильна О том, что в мире, где нас растили Так мало счастья, так мало мира Но я буду сильна Молодец! Умница! Крутой ребенок! Мариам Сакиан Пока-пока! Ох, сова! Как же я хочу видеть, как строятся человеческие дома! Я могу светить для вас гнездо! Сова, вечно ты со своими идеями лезешь! Я вряд ли смогу поместиться в твоем крохотном гнезде! Что же делать? А давай спросим у нашего крутого гостя! Прекрасная идея! Привет! Привет! Как тебя зовут? Маша! Сколько раз ты выступала на большой сцене? Ну, я не считала, наверное, 8 раз или 5 там. А ты пела за звездой когда-нибудь? Да, пела. С кем? С Лепслещенко Валерьяновичем и Жасмином. Ой, это круто! А ты волновалась? Ну, за кулисами, да, на сцене уже собралась и выступала. Привет, Маша! Привет! Как же мы рады тебя видеть! Знакомься, это Сова! Здравствуй, Маша! Привет! Проходи, пожалуйста, присаживайся! Как ты поняла, я добрый волшебник. А ты что можешь рассказать о себе? Занимаюсь я спортом, большим теннисом. Еще я занимаюсь вокалом. И я обожаю книгу «О чем думает моя голова?» И там очень интересные рассказы. Ничего себе! А о чем эта книга? Там девочка рассказывает, что у нее происходило в жизни, о дружбе и все такое. И что говорит девочка о дружбе? Она говорит, что дружить – это здорово. А как нужно правильно дружить? Здороваться постоянно и играть друг с другом, не обижаться. Абсолютно все написано верно в книге. Ты знаешь, я купил небольшой участочек и решил построить дом. Но, к сожалению, у меня нет знакомого архитектора. Я могу помочь. А что ты знаешь? Архитектор, он строит дома. Он пишет, как надо строить дома, а строители строят дом. Прекрасно. Давай с тобой поиграем и спроектируем комнату твоей мечты. Давай. О, замечательно! Сова! Да? Ты будешь нам помогать? Конечно! И поддерживать? А то! Тогда приступим! Вперед! Рассказывай по порядку. С чего мы начинаем? Я хочу, чтобы у меня была кровать в форме сердечка большая. Большое. И хочу, чтобы у меня в комнате жили мои собаки. О! А Света в твоей комнате будет много? Да. То есть она будет большая. А в ней, наверное, будут большие окна? Да. Ой, а что это ты там такое уже интересное нарисовала? Я закончила уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Тут, тут моя... Тут вход в спальню. Так. Тут моя кровать в виде сердечка. Так. И рядом окошко. И вот еще окно. Так. Тут мои питомцы, а тут теннисный корт. Замечательно! Я на теннисном корте хотела бы поселить с собой. Как же все-таки интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ты будущий архитектор? Да. Или все-таки певица? Я запутался. Певица. И тунисистка. А какую песню ты нам сегодня спроектировала? Эйуэ. О чем эта песня? Эта песня переводится как «Куда угодно». Что это значит? Куда угодно? Ну, куда угодно. Это, например, в какую-то другую страну или вообще в космос полететь. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты бы куда хотела улететь? В космос. В космос? Да. А что тебя привлекает? Там много всяких планет, звезды, солнца, луна там. Как выглядят планеты Венера? Да. Там пришельцы, которые зеленые и с большими черными глазами в сеточку. А давай придумаем свою планету. На нашей планете будут жить тоже инопланетянины. Инопланетянины, которые любят сладкое. Пусть лучше там живут одни совы. Да, там будут жить одни совы. Вот так. Но все-таки... Вот это все. А как вот ты думаешь, Маш, можно ли петь в космосе? Да. Тогда я приглашаю тебя на нашу космическую сцену. Зажги свою звезду. Мария Кораблина. Музыка. 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 Молодец! Это была Мария Кораблина. Крутой ребенок! И крутой архитектор! АПЛОДИСМЕНТЫ Наша шоу подошло к концу. Но не стоит грустить. И с наяв ровно через неделю снова буду ждать вас на канале Карусель. Как всегда в это же время мы будем ждать вас на канале Карусель. Хорошо, хорошо. Мы будем ждать! И не забудьте пригласить к экранам друзей И захватить с собой хорошее настроение! Всем пока-пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok